Им ни снег, ни дождь, ни помеха. 30 участников сверхдалекого марш-броска уже преодолели 269 километров по Волге. Расстояние проходит на лыжах и пешком, исходя из погодных условий. Переход в принципе несложный, потому что он комбинированный. Мы, получается, где есть снег, мы идем на лыжах. Где нет снега, мы лыжи снимаем и идем пешком. То есть, в принципе, несложный. День строится, пока не устанем. Потому что это все временные показатели, нам надо быстрее успеть. В Самаре участников марш-броска приветствуют в Парке Победы ветераны и молодежь. Студенты учатся на далеких от военной службы специальностях, но от армейской элиты под впечатлением. Они большие молодцы, они показывают свой патриотизм к родине, к отечеству. Показывают, насколько они сильны духом и готовы защищать нашу родину. Я удивлена под большим впечатлением. Хочу выразить огромную благодарность тем людям, которые не забывают и чтят память героям погибшим. Ульяновским десантникам предстоит пройти почти две тысячи километров. Впереди Казань, Чебоксары, Нижний Новгород. Всего 11 городов, выбранных не случайно. Все населенные пункты связаны и с Великой Отечественной войной. Ряд населенных пунктов связаны с военнослужащими погибшими, которые захоронены в этих городах, которые выполняли свой воинский долг и погибли при исполнении воинского долга. Финиширует марш-бросок 31-й бригады 17 февраля в городе воинской славы на Рафаминске. Через два дня всех его участников будут честовать в столичном парке Победы на Поклонной горе. В общей сложности масштабный поход совершат более 250 военнослужащих из семи соединений ВДВ и курсанты Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища. Светлана Стребкова, Александр Дудко, Новости губернии.